Должно быть, они закончили. Конунг велел подать лучший мёд. Значит, разговор окончен. Теперь можно заходить. Я готов к буре, что меня ждёт. Пойду к Конунгу сейчас. Прекрасно, Конунг Стюрбёрн. Я передам твои слова племяннику. Думаю, он оценит их мудрость. Что ж, я на это надеюсь. Пусть тебе... Пусть тебе благоволят ветра, Гуттерм. Подойди, Эйвор, и объясни мне, почему же ты ослушался моих приказов? Это насмешка? Не насмешка, Конунг. Я лишь хотел, чтобы ты дал отпор врагам, услышал голос разума. Ты ничего не знаешь о моём разуме, как и о моих замыслах и стратегии. Сейгурд понял бы меня. Может и так, но всё равно подчинился бы мне. Он знает своё место. Не так хорошо, как знает отца. Представь, что тебе угрожает враг, чьё войско значительно превосходит числом твоё. Какая польза от войны? Не лучше ли избрать путь переговоров и поискать себе союзников? Дождаться, пока перевес окажется на нашей стороне, а победа у нас в руках. Клан Кьотви не станет вести переговоры. Эти люди понимают только язык войны. Я всю жизнь ждал возможности вернуть своей семье честь, отнятую Кьотви. Пришло время действовать! Моё время! Из-за жажды мести ты не видишь дальше собственного носа. Это всё? Я в растерянности, Эйвор. Взяв тебя в свой дом, я и не думал, что сын Варина может вырасти столь непочтительным. Твой отец был верен мне. Он был справедлив. И умер, чтобы могли жить все мы. Он умер как трус, Конанг. Со мной такого не случится. Зачем ты носишь на плечах такое бремя? Оставь прошлое. Думай только о будущем. О победах, которые ждут тебя. Моя честь запятнана. Я не могу думать ни о чём другом. Я не стану больше бередить эту рану. Но если что-нибудь может разогнать мрак в твоих мыслях... Сигурд прибыл. Его корабль уже у причала. Сигурд прибыл. Его мороз, мою мороз. Да. Ка-как. Ка-как. Эй, осторожней с этим. Эйвор! Сигурд! Смотри-ка, ты весь в крови, Дрэнк. Что, сражался без меня? А, ты... Просоленный викинг. Твоя борода пропахла дюжиной королевств. Я только начал. Рандви, жена моя. Твой муж вернулся. Привез дары и богатство для всех. И новых друзей. Да. Пассим и Хайсон. Встретил их в Миклагарде. Они открыли мне его тайны. Мы благодарны Сигурду за приглашение и хотим почтить вашего конунга. Мой брат всегда тщательно выбирает себе спутников. Если он доверяет вам, то вы... Ему по нраву. А, Эйвор. Оставь это на потом, когда набьем животы. Пойду к отцу. Расскажу ему все. Мы торговали с людьми, чей корабль шел на юг. Они сказали, что Эйвора, брата Волка, схватили люди Кьотви. Они рассказали не все. Я убил тех, кто пленил меня и спас своих. За что твой отец отчитал меня. Ты знаешь, что я думаю, брат. Лишь война избавит наши земли от Кьотви. Но конунг не согласен. Знаю. Знаю. Отец много думает и мало действует. Сегодня все решится. Обещаю. К концу зимы имя Кьотви жестокого станет лишь пьяным ругательством. Сын мой, с возвращением! Отец. Сегодня мы будем пировать в твою честь, Сигурд. Столы накрыты, ячмень и баранина, хлеб и мед. Довольно, прошу. Мне хватит и того, что едят треллы. Позволь мне порадовать тебя. Я привез дары из далеких земель. И после этих двух зим мне есть что рассказать. Хорошо, хорошо. Заходи. А когда мы будем сыты и довольны, мы поговорим о Кьотви. О том, как изгнать его клан раз и навсегда. Он давно нас преследует. Уже много зим срамит нас. Я знаю. И Эйвер тоже. Мы дадим бой. Да, конечно. Когда придет время. На Руси мы путешествовали по Волге. И неведомые племена швыряли копья в наш корабль. В Миклогарде мы видели роскошные одежды, яркие, как биврёст. Мы взяли их себе, конечно. Мы побывали в Риме, в Африке. Видели океан песка, воинов всех цветов и невероятные красоты. И вот я вернулся. С богатствами и славой для семьи и друзей. Для дрангов, закалённых холодом. Возьми себе всё, что пожелаешь. Ибо всё это всего лишь начало. Завтра наш клан начнёт новую жизнь. Сколь, Сигурд. Сколь! А ты, Эйвор, идём. У меня есть кое-что для тебя. Рандви. Эйвор, ты уже ходил к Валке? Да. И? Я не могу это объяснить. И не хочу. Понимаю. Сегодня твою постель согреет вернувшийся муж. Должно быть это приятно. Это не то, что спать одной. Теплее, но в то же время меньше места. Ты не рада возвращению мужа? Рада. Но прошло столько времени, он теперь как чужой. Мы женаты три зимы, и две из них его не было. Разве нельзя снова разжечь пламя страсти? Сегодня он согреет меня, разве что ветром и хмельным дыханием. Вот бы нам всем так везло. Сигурд принёс своему клану невиданную славу, Конанг. Ничего большего мы и желать не могли. О, нет, могли. Если бы Сигурд эти две зимы защищал наши земли, мы могли бы уже избавиться от Кьотви. Ты говорил, что нам для этого нужно больше людей. С теми богатствами, что привёз Сигурд, мы найдём их. Этого не хватит на целое войско. Мы сможем разве что отсрочить конец. Ты будто одной ногой уже в Хельхейме. Ты уже придумал, как изгнать врага из наших земель? Или это предстоит нам с Сигурдом? Придумал. А вам с Сигурдом предстоит всё исполнить. Дай слово мне не противиться. Всё, что прикажешь, Конанг, будет сделано. Я останусь с тобой до конца. Хм, посмотрим. Кайшем, верно? Верно. А ты Эйвор. Да. Надеюсь, наш пир тебя не утомил. Мы пьём так же быстро, как говорит. Вовсе нет. Правда, дым от вашего очага ест глаза. Но теплу я очень рад. Верно. Там, где ты живёшь, наверное, тепло. Я нигде надолго не задерживаюсь. Но со мной всегда наставник. Басим. Наставник? В каком ремесле? Мы служим правде, что стара, как сам мир. Больше я пока сказать не могу. Понимаю. Но если хочешь сохранить свою тайну, не прикасайся к мёду, Теклы. Спасибо за совет. Это будет нетрудно. Ты, Басим, у тебя хорошая память. А у тебя нет мёда. Тебя налить? Сигурд много рассказывал о тебе. Называл своей правой рукой и славным воином. Я очень рад знакомству. Я тоже, Басим. Как ты познакомился с моим братом? Не так давно он прибыл в Константинополь, как он сказал мне, за припасами. Но я не поверил. Люди с таким блеском в глазах всегда что-то замышляют. Думаю, он хотел ограбить собор Святой Софии. Возможно. Не буду вдаваться в подробности нашей встречи, но твой брат мне сразу понравился. Было в нём что-то, что привлекало меня. Как будто вернулись утраченные воспоминания о старой дружбе. Люди тянутся к нему. Приятного вечера, Басим. Я долго думал над достойным подарком. Ты разжёг моё любопытство, брат. Что ты выбрал? Сначала мы выпьем. За мою первую за две зимы ночь в Формбурге. К концу этой ночи я напьюсь так, что буду ругаться с тенями троллей. И ты хочешь, чтобы я плыл с тобой по волнам мёда? Да. Деваться некуда, Дрэнк. Пей же. Ты перепьёшь даже Тора. Тебя долго с нами не было, брат. Ты не знаешь, на что способен мёд Теклы. Ммм, у него новый вкус. Мне нравится. Я рад, что ты вернулся, Сигурд. Да, мне этого так не хватало. Когда я встретил Басима, я много рассказывал ему о родине. Тогда-то мне и захотелось поскорее вернуться. Сюда. Теперь твой подарок. Они были моими проводниками на своей родине. В аббасидском халифате. Их клан связывают не узы крови, а убеждения. Это тайное братство вершит справедливость по своим законам. Они открыли мне многие из своих самых сокровенных тайн. За что я им благодарен. И теперь я дарю одну из их тайн тебе. Лучший подарок для лучшего из воинов. Хайсом, похоже, недоволен. Я не заслужил такой дара. Важны не заслуги, Эйвор. Важна преданность нашему кредо. И обучение. Прошу. Я должен возразить. Это против наших правил. Скрытый клинок священное... Клинок не предмет поклонения, Хайсом. Важен лишь разум того, кто им владеет. Прошу, примерь. Клинок должен быть с другой стороны руки, чтобы скрыть от взора цели. Я не хочу его скрывать. И лучше я не буду повторять вашу ошибку. Мне нравится. Это не ошибка, а добровольная жертва, чтобы доказать преданность. Хорошо, Эйвор, но тебе нужно научиться им пользоваться. Идем. Это не для посторонних глаз. Веди. Этот ваш клан, у него есть имя? Есть. Но наша кредо обязывает нас не рассказывать посторонним слишком много. Возможно, ты узнаешь. Но не здесь. Ибо у стен могут быть уши. Что ж, буду ждать. Я покажу тебе основные приемы. Если уметь им пользоваться, клинок разит с одного удара. Подходя к цели, найди уязвимое место. Важно выждать момент. Клинок необычайно острый. Цели бывают непростыми. Не забывай об этом. Неплохо, неплохо. Нанеси удар с уступа. Нанеси удар с уступа. Именно. Все верно. Хочешь испытания? Тогда прыгни на эту цель сверху. Превосходно. Используй свое окружение. Спрячься в стоге сена, например. Вот так. Эйвор хочет присоединиться к нам? Нет, насколько я знаю. Тогда зачем дарить ему клинок? У нас ведь есть более... Хайсом. Тихо. Именно. Все верно. Ты молодец. Пусть Эйвор упражняется в одиночестве. Идем. Эйвор. Давай немного подышим ночным воздухом. Что думаешь о моих друзьях? В них ощущается и благородство, и угроза. Я понял, о чем ты. А еще у них есть знания. Цифры и письмо у них вместо волшебства. Басим столько всего показал мне. Я поделюсь этим с тобой. Когда... Ты вернулся навсегда или хочешь присоединиться к этому братству? Не думай об этом, Эйвор. Сегодня мы снова одна семья. Важно то, что здесь и сейчас. Наше родство. Наш клан. И слава. Я скучал, брат. Твои умы и отвага. Нам их не хватало в последние месяцы. Ты мне льстишь, брат Волка. А я и рад. До самой Вальгалы я буду рядом с тобой, Сигурд. Всегда. Этот фьорд стал слишком мал для меня. Или я вырос. Мы еще столько не видели за этими клыками, Скал. Англия, Ирландия, земли франков. Зеленые пастбища ждут нас. Завтра мы пойдем войной на Кьотви. Вернем отнятые им земли. Потом создадим королевство для нас. Я с тобой. Скажи только слово. Я рад. Отдохни и приходи на рассвете. Норны все сказали. Ты предашь Сигурда. Нет, это не так. Не может быть. Один боролся с судьбой. Это возможно. Ты предашь Сигурда. О, нет. Люди к Йотви. Я будуola в serialе. Ты предашь Сигурда. Тих conferences в 2,1, Сигурда. Блин, приняшим. Сигурд. Я буду с夢. Сигурда. Продолжение следует...